Всем привет! В этом видео я расскажу вам о новой локации, которую планируют выпустить в следующем обновлении, и какие награды мы сможем получить за её прохождение. Всем приятного просмотра! А вы уже зачистили Фонтейн? Если нет, то стоит немножечко поднажать, ведь в следующем обновлении, которое выйдет ровно через месяц, в Геншине нас снова ожидает новая часть территории Фонтейна. Как вы могли заметить, на данный момент статуи Архонтов в Фонтейне можно прокачать только до четвертого уровня. Это означает, что на данный момент в игре выпущена только меньшая часть Фонтейна. Вступайте в наш телеграм, чтобы не пропустить новые промокоды и награды за годовщину Геншина. Ссылка в описании. А в телеге по старой Рейву уже 30 августа появится новый промокод на Невриты. На стриме разработчиков Хуеверс официально анонсировали и показали нам часть новой локации, которой всё ещё нет в игре. Научно-исследовательский институт кинетической энергетики Фонтейна. Вот эти кубики в воздухе. В обновлении 4.1 этот институт будет выпущен вместе с тюрьмой Фонтейна, или так называемой крепостью Мерапит, так как сюжетно она связана с Ризли. Из интересного, на стриме также официально заявили, что на западной стороне исследовательского института Фонтейна было обнаружено 3 трупа. Так что вместе с новой локацией нас также ожидает и интересная сюжеточка. Ну а зачистка новой территории всегда приносит хорошее количество круток. Учитывая, что новый кусок карты будет не слишком большой, за сбор сундуков, активацию новых точек телепортации и прохождение новых мировых квестов мы получим около 20 ивентовых молитв. Ну и также уже 1 сентября обновится магазин Паймон, откуда можно будет выкупить 5 ивентовых и 5 стандартных круток. Но самое большое количество круток, конечно же, мы получим на халяву за годовщину Геншина, которая пройдет в сентябре. Напишите в комментариях, зачистили ли вы Фонтейн и готовы ли вы приступать к зачистке новой территории. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok